Присягу принять! Я, Усов Костин Сергеевич, гражданин Российской Федерации, клянусь при осуществлении полномочий сотрудника таможенных органов Российской Федерации неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации. Профессиональный праздник День Таможника Российской Федерации пополнили среды сотрудников Кинологического Центра Федеральной Таможенной Службы России, расположенных в деревне Орлова. Сегодня работников таможенных органов, желающих защищать национальные интересы Родины, становится больше. Ведь, как отметил в этот день глава государства, эта служба за прошедшие годы существенно укрепила свой потенциал и повысила результативность работы. Ее представители отличают высокие профессиональные качества, верность долгу и личная порядочность. Присяга – это вообще самое святое для любого сотрудника таможенных органов. И, тем более, принять присягу в День Таможенной Службы – это трижды знаменательная дата, и она останется в памяти у каждого сотрудника. По традиции прошел праздничный концерт. Его участники – слушащие Таможенной Службы. Как признаются сотрудники, он только для своих. Поэтому среди зрителей в зале – представители администрации городского округа, с которой Центр активно и плодотворно сотрудничает. От души хочется их поздравить с этим профессиональным праздником, пожелать крепкого здоровья, успехов по службе, ну и, естественно, мирного неба над головой. Они всегда на передовых позициях для защиты нашей экономической безопасности, нашей Родины. Мы – великая Россия, мы – единая страна. Уникальный центр, деятельность которого распространяется на всю страну, был создан два десятилетия назад. У стоков организации стоял генерал-майор Евгений Николаевич Чухарев. Также не отступая от традиции, в этот день сотрудники почтили его память и возложили цветы к памятнику, который находится на территории центра. Виктория Мельник, Андрей Цеханович, Игорь Поляков. Щелковское телевидение. Виктория Мельник, Андрей Цеханович, Игорь Поляков. Виктория Мельник, Андрей Цеханович, Игорь Поляков.